Здорово! Ты куда поехал? Как сам? Подкидишь это до Академа? Это BMW 540i 480 лошадиных сил, второй стейдж. Ее привезли с Грузии, ее владелец попал на полтора миллиона рублей. Сегодня подробнее про эту машину расскажет нам ее владелец. Поехали! Ты хотел сэкономить? Сэкономить. Сколько тебе обошлась машина? За трассу миллионов. А ты рассчитывал на? Четыре. На четыре миллиона. Вот так вот можно заканчивать. Короче, эта тачка, мечта любого пацана, почти 500 кобыл. Сейчас про нее нам расскажет Ваня. Владелец Ваня, еще раз на камеру. Привет! Короче, перед тем, как расскажешь про BMW и расскажешь, почему ты влип на полтора миллиона, посчитаем это все, расскажешь, как ее довез. Какие у тебя были машины до BMW? Вообще, с чего начинал? Как ты дошел до BMW? Первый автомобиль, который достался мне от отца, это была Волга 3110. Это машина, которая вызывала одни эмоции. Из нее вытекал антифриз, но она была заднеприводная. Можно поближе, что лучше покаписал. Раздавать с самого детства. Что еще? Как ты на ней ездил? Ездил на ней несколько лет, параз на ней очень сильно врезался, попал в аварию. Соответственно, мне родители закрывали все долги, потому что машина была не застрахована, я был не вписан. Соответственно, это мой первый эксперимент. Дальше. Вторая? Второй автомобиль я взял в кредит. 165 тысяч, как сейчас помню. Легендарная машина. Это японец Ниссан Цефира. Вот она бессмертная. Сколько пробега было? Пробега было где-то 300 тысяч. Суммарно она накатана почти полмиллиона на двигателе. Двигатель и коробка была родная. Я накатал пару сотен тысяч, ну то есть у нее пробег был очень большой. А третья машина, это у нас Kia Quorris. Идеальная машина, купленная всего лишь за 900 тысяч рублей. Про Quorris можно чуть поподробнее, потому что это реально топовая машина. Я даже готов был свой аудио с вами поменять, когда первый раз прокатился на ней. Эта машина редкая, ее мало вообще кто знает, потому что ее часто путают с Kia Optima. Их вообще перестали выпускать. Машину мы купили в Челябинске, б.у.шная. Она тоже была битая, но денег особо у нас не было. С каким пробегом? Взяли мы кредит. Пробег, кстати, был очень маленький. Всего лишь 54 тысячи. Взяли мы ее за 900 тысяч. Сколько я накатал? Сколько я накатал сейчас на ней 103 тысячи. Машина не имеет вообще никаких проблем. Короче, ты ей владеешь сколько? Год? Я ей владел 2 года. 2 года? Сколько ты в нее вложил за 2 года? Относительно немного. Мы считаем ТО либо ремонтные. Только ТО. Только ТО. ТО у нее в среднем выходило от 30 до 50 тысяч. А ремонты? Я полностью ее покрасил круг, восстановил салон, сделал все необходимые лакокрасочные, натянул пленку. Вышло мне это всего лишь в 350 тысяч. То есть автомобиль 900 тысяч плюс 350 вложенных. И то вам миллион 250 тысяч. Получилась идеальная машина. Но это уже твои большие хотелки. Да. И четвертая машина у тебя BMW, про которую ты сейчас нам будешь рассказывать. Так, Ваня, давай заводи своего коня. Сейчас нам будешь рассказывать. Сейчас посмотрим, за что человек заплатил такие деньги. Да, звук вообще лютый. Показуешь? Да. Сломалось? Чек. Чек, нахуй, выключай. Так, Ваня нам показывает, что под капотом. Ноздри. Когда машине, ну, соответственно, холодно, заводим минус 30, у нее ноздри автоматически закрыты. После того, когда не хватает ей, ну, воздуха, потока, она их самостоятельно открывает. Этого я тоже не знал, так и я не владел раньше никакой BMW. Резина у тебя Michelin, диски 19-ые стоят. Диски 19-ые, да. Нужно утолщать однозначно диски и тормозные колодки, потому что этот размер не подходит под ее мощность. Они будут перекрываться. Сколько это обойдет? Замена в круг полного миллиона. Но это все вместе, это покрышки, диски, потому что под эти 19-ые диски нужно будет поставить 20-ые диски, чтобы новые колодки влезли и в новые диски толще и больше. Ну, это, я так понимаю, это только для того, если ты хочешь на ней прям сжогать. Это, чтобы остановиться и не разбиться нахуй. Фары полностью, как я и сказал, уже миненные подри и стайл, мне это просто такой стиль больше нравится. А сколько замена фарти обошлась? Здесь, значит, Ориги стоят 80 тысяч плюс установка десятка. Вот это я поставил Китай. Китай 60 тысяч. Чем отличается? Ничем? Слушай, да ничем он на самом деле не отличается, только срок эксплуатации. Возможно, мы это увидим через год-два какие-то изменения, пока все идеально. Так, что по наружке интересного? По наружке особо интересного. Самое интересное, наверное, вот это, все обращают внимание. Я не думаю, что, ну, фанаты BMW, скорее всего, понимают, что за нюанс, но все видят и хлопают в ладоши, когда здесь M есть. Но полный колхоз на эту машину клеить M, потому что, ну, все догадываются, какой это двигатель. Быстрее этого автомобиля идет уже только следующая M-версия, M5, M90. Разгон до сотки, сколько сейчас? Сейчас 3.8. У нас в Екатеринбурге можно вообще ездить? 3.8 где-то? Я не знаю. Есть дороги? Открытие багажника идет ногой. Короче, чем эта машина отличается от большинства машин, от большинства B5, которые на дороге? Потому что на дороге у нас какие в основном ездят? 520, 530, это 540. Бензин. Бензин. Расскажи поподробнее, чем отличается. Во-первых, их очень мало, если зайти на автору этого автомобиля, там почти нет. От слова совсем. Потому что, первое, там находится двигатель большого объема в 3 литра бензин, который ее просто выливает. Второй момент. Дизель все-таки считается у них понадежней. Но, почему была куплена именно данная модель? Потому что она вызывает безумные эмоции. Когда ты садишься именно в эту машину, вот после 540 идет уже М5. М5 640 лошадей в стоке. У этого автомобиля 340. Но потенциал у бензинового 3 литра выкручивается почти в 2 раза. То есть на стейдж втором. Машина имеет почти 500 лошадиных сил. И разгон 3,8 до 100. Мы сейчас разговаривали. То, что в основном, ты говоришь, BMW по дорогам ездят полноприводные. Почему здесь именно задний привод? Еще машина отличается от всех на дорогах вообще, в принципе, на Урале, в России, тем, что она американка. И она по комплектации чуть-чуть другая, да? И задний привод. Они все отличаются. Германия, Южная Корея, американцы, они все имеют абсолютно разные характеристики. Даже по салону. По сборке это будет другой руль, это какой-то цвет салона будет отключаться. Вообще, я столкнулся с тем, что случайно я нашел задний привод. Я его так и хотел. Но 95% BMW идут у нас, получается, в полном приводе. Но полный привод у них, когда отключается, передняя часть все-таки крутится на 20%. Соответственно, у этого автомобиля только задняя раздача. Это идеально для того, чтобы летом на любом асфальте, на любой поверхности машина всегда могла пойти боком. Зимой на ней очень опасно. То есть, крутящего момента слишком много. Не дай бог забыть включить стабилизацию, то первый же кувет или забор будет обязательно трогать. Сейчас мы еще перейдем к самому главному. Сколько эта машина обошлась под ключ. С доставкой, со всеми налогами, со всеми вот этими утиль-сборами. Короче, это будет самое интересное. Так, мы переносимся на следующий день в Екатеринбурге к МТС-холлу. Подъехали, сейчас будем дрифтовать. Я уже на ауди, на переднем приводе, на своей. Короче, сейчас будем разматывать на BMW. Что, готов? УАСЯ! Это же не полный привод, это за... Готов? Не перевернется? Ебать! 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 Я на весь хватает, я могу ее просто не устроить. Она достаточно такая управляемая. Ебать! Это ебать! Ебать! Как страшно, осторожно! Нет, нет, в мою не надо. Ой, ша! Ебать! Ебать! На этом по кругу, смотрите, идем. Оп, 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 лови. Нет, 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 нет. Ебать за нос! Я ни разу не пробовал, я хочу попробовать. 360 сильно не разгоняйся я боюсь можно долго рассказывать эту машину но когда садишься внутрь это все это это круто в положный руль и после его держишь и она плывет и ты рулем просто подруливаешь да слушай давай газ и еще жопу понесет без табы и просто противоположную руль выкручивай все газ куда сейчас и противоположный крутит они противоположны сразу держать на немножко на пан это мой первый занос чуть-чуть газу я тебя вижу дай вот все вот сейчас и газку и руль противоположная резко выкручивай выкручивай еще волк газы еще газу 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 выкручиваю круче руль и газку должно быть от все одновременно и газ постоянный общение то есть да он должен быть постоянно иначе машина будет заносить закручивать так еще раз я чуть-чуть в бок сейчас мы вот так вот сделай сейчас чуть дай газу и противоположный сразу выкручивать давай газу газу это не все так просто у меня не получается еще раз давай газку газку когда руль обратно чем уже выкручивать пока газу давай давай я боюсь о полицейский разворот так это 180 можно раскидать слева направо то есть вот так ну да я не понимаю от этой хуйни подальше дать позвольте еще и вот газ и поехали во 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 а ты его в пол жмешь я непонятно но очень интересно следующий вопрос короче сколько стоит обслуживание содержание такой машины для людей у кого она либо есть либо кто мечтает атаку команда 500000 я вложил значит это стоит 2 это только коробки 2 выхлоп у нас было понятно сколько стоит встречи на рисует значит первый второй стейдж у нас идет тридцать восемь тысяч подключить это он дает это увеличивает мощность двигаться крутящий момент почти близко в два раза но в два раза не в лошадиных силах нужно понимать что у бмв чем отличается двигатель от обычного автомобиля именно в крутящем моменте то есть лошадиные силы здесь не показатель здесь стало семьсот двадцать крутящего момента это получается 480 лошади почти 500 то есть разгон увеличился в принципе от 5 с копейками до 3 8 вложения стейдж по 30 с лишним тысяч чип коробки которые стоят тоже 30 это замена выхлопа чтобы машина звучала более агрессивно она тоже обошлась суммарно где-то 30000 это определенная банка которой я поливаю что никакой не дает это чисто ощущает а это выхлопа это звучание его это какие-то определенные эмоции это ты ложка который обошлась 140 тысяч замен массив везде в круг полностью залив на фашки варка 140 тысяч 140 тысяч точки да это который базовые до базовый каждая ложка каждых десять тысяч это будет 140 у этого двигателя и у этих автомобилей если ты имеешь стать второй ты меняешь масло каждые пять тысяч не 10 тысяч и не 15 5 все что выше и развитие положить пять тысяч сколько будет обходить где-то 10 15 тысяч просто замена масла самое главное понимаю то что почему тащат и за границей почему ты хотел ты хотел сэкономить так сколько тачка обошлась там за границей в грузии очень на самом деле дешево если все-таки наш человек едет в грузию и покупает себе такой автомобиль тот всего лишь его цена под ключ 2 и 9 миллиона что считается на сегодняшний день так дальше поехали какие расходы какая транспортировка была и сколько в итоге на расходы и подборщику я заплатил всего лишь 100 тысяч но это за то что он заторговался сделали скидочку на этот автомобиль дальше у нас были автовозы потому что я не хотел садиться за руль и накатывали в россии не напрямую там очень много объездных автовозы плюс все таможни суммарно это вышло миллион сто дальше значит машины миллион сто это уже с учили он с утилем нет а это еще до утиле сбора конечно-конечно-конечно-конечно-конечно-конечно дальше то есть машина 2 900 плюс миллион доставка таможня и строительство работа 4 года 4 здесь я должен быть самым счастливым такую машину поехали самые миллионов я взял на 4 миллиона но не тут-то было машина запаздывает на полтора месяца я волнуюсь что возможно я оплатила автомобиля как такового нету потому что он все еще в теории где-то на автовозах автор они появляются там уже машины нет отслеживать нельзя конечно раз ну через месяц мне уже скинули первые фотографии автомобиля я такой подрослабился вроде бы существует но все еще нет он с опозданием идет через полтора месяца она приезжает в россию куда а прям сюда в екатеринбурге ты в какой день узнаешь что что ты еще попадаешь на вот этот но давай по подруге будет убить сборов давай подробнее про него и про ситуацию на него расскажу как это все было значит наконец-то мне человек через который я закупал то в мою машину пишет привет машина прибыла поехали встречать я такой на радость неужели его сегодня уже машину а он как раз в екатеринбурге поехали вместе я такой еще же лучше заезжая за ним мы приезжаем на стоянку находим какую-то фору нам открывает багажник и наша машина остается единая я завожу я просто восхищен этим автомобилем уже радостный ну наконец-то все получилось пока еще радости есть да и тут он мне говорит слушай есть ведь маленькая загвоздка мы ведь попадаем на утиль сборы огонь сколько он стоит миллион 270 и тут я просто побелел потому что я понял что 4 миллиона это будет недостаточно в принципе за 6 за 7 миллионов я мог купить здесь не ждать полтора месяца но и ночь экономить же не было не было не было я бы взял бы какую-нибудь альтернативу дизель 3 литра но я же брал то с точки зрения и сэкономить но из-за того что на утиль сборья попал однодневно машину я покупал за полтора месяца закона этого не было 29 октября вводится новый закона у тебя машина когда заезжает она защищает 4 ноября через пять дней она зашла в россию с опозданиями и на нее автоматически за и новый закон логистики полтора месяца ехала короче ты в пять дней не попадаешь в это окно и мне присваивают утиль сбор в размере миллион 270 чем это связано двигатель до 3 литров машина старше трех лет и самое что меня поражает значит я считаюсь физ лицом из-за того что таможня прошла через киргизию то есть по расчету документов и логики таможенников я являюсь физ лицом и завершил как физ лицо на вопрос почему я же физик у меня нет ни о ни п но не таки так решено было заказа к нам еще наговорил то что сам налог его не не на госуслугах вот этот не нигде он не светится то что ты обязан оплатить там миллион триста до последняя поездка в таможню с вопросами где я должен увидеть свою сумму задолженности потому что как я знаю капает пение а начинают они начисляться на пятый день после того как я получил автомобиль в россии мне начисляется пение не очень маленький на эту сумму соответственно я спросил где могу поставить сумму задолженности и сумму пения потому что они мне сказали нигде сядь да посчитай сколько в итоге от стримаш разобрались 4000 4 миллиона до россии доехала миллион триста семьдесят налог 270 налог миллион 27 налоги не в 60 тыс я не 60 накапала лаборатория так называемый с бк тс у вас 10 это тоже лаборатория то отдельный что дают дается 5 дней и чтоб ты налог уплатил а как лабораторию за пять дней сделать короче в итоге сколько тебе обошлась машина со всеми налогами затратами со всем со всеми затрат 6 миллионов 6 миллионов а ты рассчитывал на 4 на 4 миллиона вот так вот можно заканчивать вот жена ванина ты все-таки теперь больше нравится ну понятно 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 что она манёврене да ты когда на кольцо рука тихо 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 за что такое было это покор называется расскажи чего интересного есть во внутрянке вот первое чего хочу спросить а у тебя уже спрашивал вот здесь на месте где аварийка что это за вторая кнопка это значит что все датчики включены полностью в круг и когда мы паркуемся либо когда выскакивают дети на дорогу или же ты сдаешь задним ходом и рядом приезжает автомобиль она начинает очень сильно пикать и рать то есть это как бы для безопасности больше в техническом плане не все автомобили могут делать ланч что такое ланч это старт от нуля до 100 когда максимально быстрый разгон делал зажимаешь да 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 то есть у меня выпадет коробка на хуй здесь она переводится в режим спорт то есть у нее отдельно на этот момент не переводится видеть сломалась значит коробку переводит спорт можно в ручном режиме управлять можно соответственно делать ланч ланч не делается на обычном автомобиле так здесь хуй узная прикольно то что дублируются знаки это на и на на всех до бмв на всех новых машинах сейчас не думаю 60 километров в час сейчас умели здесь вместо километров потому что америка на потому что американкой здесь эту приборку никак не поменять она не электрическая все-таки она наполовину да у нас электрика что еще в бэхо классно карплей это когда ты полностью подключаю свой iphone управляешь картами всеми точками назначения музыкой это очень удобно это не хватает мне вот допустим в киев той же самой я черная крыша еще надо сказать да ума не ждет знать что у некоторых комплектациях это стекло дальше что у нас еще идет датчики по кругу тоже не идут что еще добавить нюк открывается на да конечно кстати он больше чем порисе нужно заметить это ну как бы бизнес-класс могу однозначно сказать что я нихуя не понимаю 2 я купил эту машину за то что она быстро едет в принципе все спрашивать что здесь есть я не знаю я ничем не пользовался я научился включить музыку и включать навигацию на это все что я умею расход о ебанутый сколько раз на самом деле шутка по трассе вот я ездил до перми в одну сторону показывает 276 километров я на одном баке проехал 720 километров это очень много это очень не да если ты тапаешь дрифт не что этапами с тобой я буквально за три-четыре дня выливая полный бак полный бак по стоимость а сколько вы создает панелька расход когда она сильно не меняется она показывает где-то в пределах 18-20 но я думаю больше потому что она не дает этот быстрый перепад да как когда нажимаю на тапку но есть еще один моментик то что эта машина кушает только 100 бензин если мы зальем сюда 95 возможно будет детонация двигателя и с чем я столкнулся поехав на дальние дистанции там нету сотого бензина слова совсем то есть все что я наливаю ниже мне нужно иметь собой такую специальную баночку для повышения октанового числа если вы будет не хватать возможно смысл на заправках ты ездила до перми нету сумму нету сотого бензина все что вот в пределах городах миллионников там можно двигаться либо с собой брать к конец в этом еще в сервисах сказали поедешь на дальнюю дистанцию либо канистра сотового либо вот такие специальные для повышения октанового числа баночки берешь с собой 95 заливаешь и туда еще эту банку выливаешь ну соответственно повезло доехал здесь уже забрался что ты поэтому сказал что бака охватила на туда и обратно 720 километров что считается очень даже подвесочка мягенькая очень подвесочка кстати что очень низкая подвеска вот ребят подвесочка намного мягче мягче чем у меня на audi a6 намного прям мягче короче в итоге сколько тебе обошлось можно всеми затраты 6 миллионов 6 миллионов а ты рассчитывал на на 4 миллиона